Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Вот таких. Знакомьтесь, это Умочка. Умка. Умка сегодня в доме со мной. Почему? Потому что Умке банный день. Умка сегодня купался. Видите, какой? Вот, собаки же уже на улице, уже щенки. Видите, вот какой. Тоштый слоненок. Вот такой. Чистый какой. Выкупался. Мы обрезали когтики, да, Умочка? Умочки обрезали когтики. Проверили все документы. Вот какой красивый Умочка. И Умочка сегодня будет уезжать в свою новую семью. Мы встречаем вечером его хозяев. Его новую маму и папу. Вот. Умочка будет жить в Днепре, по-моему. По крайней мере, в ближайшее время точно. Да? Днепре? Вот и мой сладкий. И мой сладкий. Вот такой красивый мальчик у нас. Вот такой Умочек. Умочек. Вот поэтому Ума будет вместе со мной сегодня вести наш выпуск. Вместе будем мы, да, Ума? Вместе. Мои хорошие, для начала я хотела бы поблагодарить. Поблагодарить моих зрителей за внимание ко мне и за ваши подарки. Многочисленные. Вы меня так балуете, что, честно, загоняете меня в совершенный стопор какой-то. Понимаете? Смотрите, я вам что покажу. Смотрите, какие чашечки. Видите? Чашечки. Чашечки. А на самом деле это печеньки. Это печеньки с разной глазурью и шоколадом. И белый шоколад. Или глазурь, я уж даже не знаю. И обычный шоколад. И какие-то разноцветные глазури внутри. Я, честно скажу, попробовала одну штучку, которая с шоколадом, да. Вот. Остальные пока вот они такие замечательные печеньки в форме чашечек. И это все делается руками моих зрителей. Мои хорошие. Вот такое чудо. Спасибо большое за ваши подарочки. Это очень трогательно. И я вам очень признательна. Но это же не все. Это же не все. Смотрите, какие нам еще тапочки прислали. Да? И мне, и Аня. Представляете? Мои хорошие. Вы меня смотрите. Кормите. Поете. Одеваете. Уже и обуваете. Уже и обуваете. Какая красота, да? Это вообще. Вот с вами я не пропаду, мои хорошие. Не пропаду. Ни с голоду, ни от холода. Понимаете? Никакая русня не заморозит. Потому что родные мои зрители и оденут, и обуют. Да, Умочка? Да. Да, Умочка. Да. И Умочку тоже. И Умочку тоже накормят. И напоят. Боже мой. Спасибо большое, мои хорошие. Спасибо большое. Да, Ума? Скажи спасибо. Скажи, Ума. Спасибо. Вот такие дела. Вот такой у нас сегодня день. У нас сегодня день подарков и гостей. Мы будем встречать гостей и провожать Умочку в новый дом. Пожелайте ему счастливой судьбы. Чтобы он был счастлив в своем новом доме. Да? Счастлив был в своем новом доме. Да. Ну, ты мой сладкий. Да? Да. Ну, я уверена, что о нем будут заботиться даже лучше, чем я. Да? Он же будет один-единственный, любимый-прелюбимый. Да? Да, мой сладкий. Мой сладкий. Так что Ума чистый такой. Чистый такой. Ой, ой, ой. Как бы прижаться к мамочке. Смотрите, какой красивый. Ой, такой Умочка. Вы знаете, все наши пембраки-мальчики нашли свои семьи. И у нас есть три девочки свободные. Три суки. Поэтому, кто хочет себе такое счастье, только женского рода, девчонку пембрака, пожалуйста, обращайтесь. Сестрички Умкины у нас еще свободны. Да? Да, мой сладкий. Да, очень пусть. Бузя, ну, какое оно сладкое. Я не могу. Какое оно сладкое. Ну, такое, ёбай, ёбай. Ой, ёбака такая. Ну, все, все, все. Да, люблю тебя. Ты дурацка. Очень люблю. Все, люблю тебя. Будешь свою маму целовать уже, да? У тебя уже мама будет твоя. Себственная твоя мама. Твоя собственная, да. Да. Ну, так я тебя тоже очень люблю. Да. Все. Будешь целовать свою мамочку собственную, да? Свою собственную. Кто хочет таких девочек? Пишите. Пишите. Хороший. Ну, я вот это так и чувствовала, что что-то такое будет. В общем, я же оплатила установку этой машинки. Представляете? То есть, от Комфи установка стоила 600 гривен. 600. Установка нашими местными мастерами стоит 300. Ну, я так решила. В конце концов, разница там не такая большая. Окей. Это же будет все-таки профессионально. Мало ли, чтобы потом не заявили, что вы там что-то не так установили. Ну, пусть уже будет. Но, по факту, когда позвонил мастеру, оказалось, что доплатить мне еще придется по 25 гривен за километр от черты города. То есть, еще гривен 500 он мне накидывал. Ну, естественно, установка машинки в 1100 или больше, ну, извините, вообще не входила в мои планы. Вы же понимаете, это перебор. Учитывая, что местные мастера устанавливают за 300. В общем, ну, выбор был очевиден. Я отказываюсь от установки, перезваниваю в компе. Слушайте, у меня с ними уже такой диалог, понимаете, уже, наверное, там звонков 20 мы делали друг другу. Я отказываюсь от установки, вызываю мастера. Приходит мастер. Мастер меня, конечно, всячески, понимаете, добил, я бы сказала, добил. Добил тем, что, говорит, ваша старая машинка такая хорошая, она бы еще работала. В общем, там забился насос. Да. Ну, я этого ожидала. Это вот от них, от них. Их какашками. Вот. Там почистите. Он, говорит, еще работал у вас еще годами. Но. Во-первых, я уже купила. Потом, значит, ну, в конце концов, ну, нужно же менять технику, правильно? А он говорит, все равно. Говорит, вы понимаете? Вот эти дорогие машинки. На них дорогие запчасти. Когда придется их ремонтировать, запчасти будут стоить тысячи. Потом, ваша старая, она работала бы еще года три или пять. А это проработает от силы пять. Новые. Значит, новые. Он говорит, что новые машинки долго не работают. В общем, он мне всячески испортил настроение. Ну, машинку, конечно, подключил. Подключил. Ну, я про машинку я вам отдельно расскажу. Вы знаете, вообще-то прикольная на самом деле. Прикольная. Да. Да, мой сладкий. Прикольная машинка. Как бы я ей довольна. Но все равно есть нюанс. Подключить он ее до конца не смог. Представляете? Потому что под эти новые машинки сток должен быть более высокий. То есть сток должен быть на высоте 60 сантиметров. А он у меня внизу. Ну, на полу. Ну, и, в общем, придется еще. Ну, я еще вызвала сантехника, который должен прийти, дорастить мне трубу отлива. И только потом туда уже можно будет вставить эту трубку слива. Понимаете? В общем, это капец. Пока что у меня машинка работает, выставлена. Но работает она на ведро. То есть я сливаю воду. Уже два раза у меня был потоп. Потому что я не уследила за водой. Хорошо там все в кафеле. Но все равно. И соседей у меня снизу нет. Понимаете? Слава Богу. Да, да. Но заливала нас уже. Потому что я прощелкала. В общем, это капец, мои хорошие. Я уже тут намучилась. Понимаете? И с этими сантехниками. И с этими установщиками. И с этим комфи. Да. Вот, да. Вот только одни меня дети радуют. Вот только одни радуют. Слушайте. Ну, это вообще. У меня уже вот такая голова пухнет от этого всего. Понимаете? Теперь еще вопрос. Вернуть деньги от комфи. Вернуть деньги от комфи намного сложнее, чем им заплатить эти деньги. Понимаете? Тоже там какой-то образец заказа, возврата. Потом это нужно им отправить. Я уже несколько раз разговариваю с их этими представителями. Потом я им уже предложила, слушайте, давайте вы мне просто бонусами закинете в бонусы мои. А я уже там воспользуюсь этими бонусами. И вам выгодно, как бы и мне так удобнее. Ничего не нужно заполнять там на этом имейле. В общем, слушайте, это такой геморрой. Я уже устала. Понимаете? Я уже устала. Про машинку вам расскажу. Я как бы не жалею, что я ее купила. Все равно, несмотря на весь геморрой, я не жалею. Не надо вообще ни о чем жалеть. Что сделано, то сделано. Все, сделано уже. Дело сделано. Зато прикольно работает. Зато прикольно работает. Я нахожу в ней такие классные штучки разные. Расскажу вам. Ну, слушайте, это столько вот этих, понимаете, незапланированных вопросиков, сложностей, проблем. А теперь еще эту старую машинку мне же нужно сбагрить. Ну, хотя бы, по факту она рабочая. То есть ее нужно только почистить внутри. Насос прочистить. Она рабочая. Мастер, который мне ее уже чинил, предложил мне, значит, ее тут в поселке продать. Кому-то он там позвонит, кто-то приедет, посмотрит. Возможно, ее выкупят. Ну, заодно хоть с дому вынести, да? Хотя бы вынести с дому. Она у меня стоит тут посреди прихожей, понимаете, как тумба. Вот. Но я надеюсь, я очень надеюсь, что я хотя бы, может, ее хорошим людям продам за какую-то очень такую небольшую сумму. Ну, хотя бы и людям она еще послужит, да? Вот. И я избавлюсь от этого в доме. Ну, может, хотя бы я куплю стоимость подключения. Ну, я вам хочу сказать, это, конечно, капец. Знаете, когда нежданно-негаданно, тебе в жизни добавляется сразу такая кучка проблем. Ну, прям кучка проблем. Установить, поменять канализацию, понимаете, договориться с возвратом. Вот это все. О-о-о! Да, мой маленький. Скажи, что ты воешь, мамочка? Что ты воешь, Скажи? Ну, не расслабься. Ну, не расслабься. Скажи, я же есть у тебя. Я же помогу. Я же есть у тебя. Смотрите, какой славный. Правда, на отца похож, да? Ну, копия папаша. Гляньте, какой. Копия папаша. Скажи, я тебя спасу. Ну, не бойся, да? Не бойся, Скажи, я тебя спасу. Да? Я все твои проблемы рисую, да? Да? Горе разведу руками. Да? Не мой золоткий. Да? Ну, мой золотой. Вот это только ими спасаюсь, понимаете? Иначе уже можно было бы с ума сойти. Да? Ты не мой золотой. Золотой такой, угоюсик. Такие дела. Так что у меня тут полный раскардаш. Ой. А как у вас дела, мои хорошие? Как у вас дела? Надеюсь, у вас лучше, чем у меня. Ну, хотя тоже все неплохо на самом деле, если так разобраться, да? Машинку новую купила. Умочка уезжает в новую семью. Печеньки у нас есть. Печеньки у нас есть. И даже тапочки у нас есть, понимаете? Вообще-то это называется все зашибись, да? А такие мелочи, как вот это вот канализация, стоки, возврат денег, 25 телефонных звонков. Да? Мы же это переживем. Правда? Переживем. Неприятности. Это, мои хорошие, это мне звонят с комфи. Пока-пока. Увидимся. Продолжение следует.